Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие подписчики, зрители, новенькие. Итак, вы видите перед собой новое видео канала Красный Уголок. Меня зовут Дмитрий. Три месяца видео не выходили, но сегодня особый повод. Сегодня у меня нет сигарет. Соответственно, утром я вышел к подъезду и меня угостили сигареты. И я остался в огромном положительном впечатлении. Простите меня за издевательство над русским языком. Сигареты называются Минуточка. Вот они. Их стоимость, как я уже узнал, 50 рублей. Поштучно, пятеру стоит. Сами по себе сигареты очень интересно сделаны. Фильтр в крапинку, одно кольцо перфорации. Написано стильно Минуточка. Видите, Минуточка. Набиты они хорошо, одной рукой показать неудобно, но перед записью видео я попробовал. Тем более, что до этого я многократно пытался для вас видео снять, но памяти на телефоне не хватало. Пришлось очень долго и муторно все удалять. Надеюсь, что успею закончить. В незажженном виде, как я уже неоднократно говорил, сам себе сигареты ничем не пахнут, кроме бумаги и поролона. Но что самое интересное, за свою дешевую цену выдают такие классные показатели, с которыми не сравнится ни один новомодный Винстон Экстайл. Сигареты мягенько проваливаются, не пыхтят, не воняют, хотя произведены простой нашей российской калужской табачной фабрикой, которая, к слову, славилась ранее своими сигаретами. Патриот, чье качество к тому моменту, когда я до них добрался, испортилось безвозвратно. Надеюсь, что с этими сигаретами этого не произойдет. Итак, прикуриваем. Итак, как я уже говорил, очень хорошие сигареты. У меня их три. Вот это последнее, другого шанса заснять для вас видео. не будет. Они могут гореть как 5 минут, так и 7, пока я с вами разговариваю, потому что горят очень хорошо. Ой, очень мягенько. И что самое интересное, смотрите, какой дым. Смолистый, но не коричневый, проваливается очень легко, вне зависимости от того, какую затяжку вы делаете, а делаю я их большими. Выходил с балкона, сейчас вернулся, на балконе стоит стойкий персиковый аромат. Это очень приятно. Я надеюсь, что каждый из вас заинтересуется этим видео и захочет попробовать. Обязательно попробуйте, пока эти сигареты тоже не испортили. Сказать о них особо нечего, они просто очень хорошие, я их рекомендую. Сегодня же у нас с вами большой и насыщенный день. Помимо обзора на эти сигареты, у меня еще будет обзор на табак Чироки, которым меня вчера угостил товарищ по партии РКРП. Итак, вот упаковка из-под табака Чироки. Я думаю, вы знаете, что это такое. Также есть гильзы. 125 штук обычных сигаретных гильз, половину которых я перепортил, так как нет особого навыка забивки сигарет через машинку. Машинка простая, с Алиэкспресса. Покажу в следующем видео. Надеюсь, что удастся для вас корректно забить. И я прошу вас, подписчики, и те, кто еще не подписан, во-первых, ставьте лайки, жмите колокольчик, получайте новые видео, которые теперь будут выходить чаще, чем у нас в 3 месяца. Смутное время прошло. Научите меня, пожалуйста, правильно забивать. Я сейчас, не знаю, правильно ли поступил, пересыпал табак в банку, чтобы он немного подсох, потому что уж слишком он соусированный, и когда через машинку прогоняешь, он просто забивается. У меня остается на середине гильзы, от чего портится и гильза, и ощущение откурения вот этих полусигарет. На этом долго затягивать не буду, так как сигарета может плеть очень долго, а рассказать о ней особо нечего, потому что она практически идеальна для меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.